Инвестиции, капитализация, конвертация, еще ликвидность и офшоры. Ни один из этих терминов рыночной экономики пока так и не вошел прочно в наш лексикон. Совсем другое дело – кредит. Как же много в этом звуке для сердца почти всех, без исключения казахстанцев, сплелось. Кажется, мы и сами не заметили, как стали брать кредиты практически на все. На новый телефон, на свадьбу, на покупку автомобиля и квартиры. А потом даже кредиты, чтобы закрыть другие кредиты. И так до бесконечности. В результате на сегодня мы задолжаем банкам триллионы тенге. И цифра эта растет даже не с каждым годом, а от месяца к месяцу. Как так получилось? Когда это началось? И есть ли выход из сложившейся ситуации? Расскажем в новом выпуске специального проекта на 24 Кейзад. Итак, для начала повторим вводные данные. По официальной статистике, на 1 июля этого года кредиты имеют почти 9 миллионов казахстанцев. Это почти все работающее население страны. В общей сложности они задолжали банкам без малого 21,5 триллиона тенге. Почти половина из этой суммы – потребительские кредиты. Следом располагаются займы на покупку недвижимости и автомобилей. Есть разные причины, почему люди берут кредиты. Понятно, есть сверхпотребление, когда люди хотят купить себе новый последний телефон, хотят купить автомобиль, хотят купить новую технику. И из-за низкой финансовой грамотности они попадают в долговую ловушку, не понимая, что кредит нужно возвращать. И кредит, любой кредит – это потерянные доходы, расходы в будущем. Но есть, конечно, очень большой слой заемщиков, которые берут кредиты по нужде. Соответственно, это уже от безысходности. На отечественном банковском рынке даже сложился своеобразный парадокс. Он состоит в том, что кредитный портфель привыкших жить на широкую ногу казахстанцев намного дороже, чем у тех, кто вынужден не от хорошей жизни влезать в банковскую кабалу. Хотя последних с каждым годом и становится все больше. Вот эти кредитные наркоманы, кому там 20-й айфон нужен, срочно. Или там айпад, самый последний. Или сейчас банки развернули, допустим, автокредиты. Кто-то берет там Mercedes S-класс кредит. Это тоже есть такое. Они по сумме взятых кредитов, они, конечно, превышают. Но люди, кто берет для того, чтобы покрыть свои насущные потребности, таких числом больше. Но неужели мы одни такие? Почему закредитованность населения не рассматривают в качестве угрозы нации, например, в Европе? Там же люди тоже берут кредиты. Вот что на этот счет говорят наши корреспонденты, которые долгие годы живут за границей. Вопрос закредитованности населения в Бельгии не стоит так остро по той простой причине, что ни банки, ни финансовые организации, ни крупные торговые компании не выдадут тот или иной кредит гражданам без официального и строгого подтверждения доходности для своевременной выплаты банковских процентов и части основного долга. То есть, например, если у гражданина уже имеются ранее полученные кредиты на покупку жилья или автокредитование, и при этом его доходности не хватает на то, чтобы обеспечивать себе нормальную жизнь, то, конечно же, такому гражданину в получении того или иного кредита сверх его возможности будет отказано. И это при том, что процентные ставки во всех странах Европейского Союза в большинстве случаев не превышают и 10%. По данным ЭЦБ, в 2023 году средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в странах Европейского Союза составляла около 1,5 и 2,5 процентов годовых. Потребительские кредиты имеют более высокие ставки, а в среднем около 5 и 7 процентов годовых. В некоторых странах, такие как Средство, Германия, ставки могут быть ниже. А вот как выглядит сам кредитный портфель европейских стран. Напомню, у нас почти его половина – это потребительские кредиты, в то время как у европейцев приоритеты оказались совсем другие. Наиболее распространенные цели заимствования включают покупку недвижимости, жилья, что составляет около 100% всех кредитов, а также подтвердительские займы для приобретения автомобилей и трудовой техники – около 25%. Оставляющая часть кредитов приходится на образование, медицинские услуги, а также личные нужды. Например, в Германии, где я им хожусь, около 70% семей имеют ипотечные кредиты, а около 30% – потребитель семьи имеют кредиты для покупки автомобилей и ремонта жилья. Активно берет кредиты в странах Европы и бизнес. Чего не скажешь о наших предпринимателях. Сему виной высокая процентная ставка. Отсюда и ориентированность банков на физических лиц. По таким ставкам кредитоваться бизнесу невыгодно, потому что у них рентабельность не позволяет брать такие дорогие кредиты. Но и поэтому банки переключились с кредитования бизнеса на кредитование населения. Потому что это проще, соответственно, возврат очень хороший, высокий. И, я думаю, база очень большая, потому что с каждым месяцем кредитование растет и растет. Ну и плюс эффективно работает маркетинг. У нас есть проблема с высокой базовой ставкой, которая влияет на бизнес-кредиты. Из-за этого они падают. А потребительские кредиты, она не влияет. Это признавал и сам Нацбанк. Это видно и по данным, и по всем. И, собственно, на фоне падения кредитов корпоративному сектору мы видим рост кредитов людям. Как результат, агрессивная реклама банковских продуктов, упрощенная до максимума процедура получения кредита во многих банках, а также минимальное подтверждение доходов со стороны заемщика. В результате многотриллионные долги. И уже где-то порядка более двух миллионов казахстанцев, они не могут обслуживать кредиты. То есть они уже на просрочке. Два миллиона человек, но это серьезное количество. Если посмотреть с уровнем семейности, то охватывают миллионы-миллионы казахстанцев. Конечно, это большая проблема, и поэтому она поднимается многими экспертами, депутатами и регуляторами. И уже принято много мер, чтобы бороться с этой закредитованностью. И в Казахстане бороться с ней начали. С прошлого года в стране действует закон о банкротстве физических лиц. Это когда человеку, не способному обслуживать свой кредит, государство может его списать. Получить такую услугу непросто. Механизм пока далек от совершенства. Его обещают упростить. Пока же в среднем им смог воспользоваться только каждый восьмой должник. В свое время, в 2020 году я открывал ИП. Для оборудования, для всего, мне пришлось брать кредиты. Где-то около трех миллионов у меня кредита было. И потом, как всем известно, наступил коронавирус, ограничения. Дела пошли довольно-таки плохо. Пришлось закрываться. Мне выход был только один, подавать на банкротство. Уже после нового года, в январе месяце, где-то числа 10-12 января, мне пришло уведомление, что меня объявили банкротом. Кроме того, в июне этого года в стране был принят еще один закон, призванный снизить закредитованность населения. Согласно нему, уже с июля банки, к примеру, не могут предоставлять займы клиентам, имеющим задолженности более трех месяцев. Также финанситутам запретили начислять вознаграждение на все потребительские кредиты, если просрочки по ним превысили все те же 90 дней. Кроме этого, одной из очень интересных поправок у нас, которая вызвала много интереса со стороны граждан, это является запрет для банков и микрофинансовых организаций выдавать банковские займы, потребительские займы и микрокредиты без согласия супруга. Также теперь банки не смогут передавать долги по проблемным кредитам коллекторам. Депутаты отмечают, что утверждение данной нормы стало настоящей победой. Банк должен рассматривать своего заемщика не как раба, а должен рассматривать как партнера, потому что банки богатеют за счет того, что мы все с вами, имеющие кредиты, платим свои пени, штрафы и так далее. Поэтому банк, он должен тоже нести солидарную ответственность. Однако все накопившиеся проблемы принятый закон не решил, поэтому в парламенте приступили к разработке нового документа. Он, к примеру, предполагает снижение процентных ставок по кредитам. Там сейчас рассматривается вопрос и снижения ставки. Конечно, когда мы слышим о процентной ставке в зарубежных странах, на которые мы равняемся, когда там говорят 2%, 3% годовых, да, ну, сейчас несколько повысилась ставка в некоторых странах до 4%, скажем, годовых, то если бы у нас давали под такие проценты деньги, да, то, конечно, наши бы все люди, наверное, вернули в большинстве своем, вернули те займы, которые они взяли. Ожидается, что все эти нормы заставят банки в целом пересмотреть свою политику при выдаче кредитов? Другими словами, теперь финиституты лишний раз начнут думать, давать займ человеку или нет, так как для них риски невозврата своих средств повышаются в разы. Однако экономисты советуют клиентам банков не злорадствовать на этот счет, а заняться собственной финансовой грамотностью. Нужно учить людей общаться с деньгами. У нас не учат обращаться с деньгами, у нас половина семей, больше половины не ведет семейный бюджет, живут от дохода к доходу, от зарплаты к зарплате. Поэтому начинать нужно именно с этого, объясняя, что такое кредиты, как они работают. У нас почему-то считается, что я вот очень часто вижу такую фразу, ну а что делать, взял кредит, потому что нет денег. Я такой, простите, но кредиты это не бесплатные деньги, это еще более дорогие деньги во времени, потому что берешь одну сумму, возвращаешь больше с процентом. Что же касается в целом принимаемых в последнее время мер по снижению закредитованности населения, по словам экспертов, их можно считать настоящим прорывом. К примеру, документ, разрешающий банкротство физических лиц, пытались принять в парламенте последние 8 лет. Однако каждый раз по неизвестным причинам его убирали в стол. Но времена изменились, правда, теперь нужно не только решать последствия проблемы, но и ее причины. Как это решить? Исправлять экономику. Быстрого решения нет. Это решение нужно создавать, помогать бизнесу создавать рабочие места. И при всем при этом самое смешное, что у Казахстана есть эти заводы. И эти заводы в 90-е не все разрушили. Некоторые из них могут еще работать или чуть-чуть работают, но выживают еле-еле. Поэтому внутреннее производство, все предпосылки для этого есть. Но надо просто исправлять экономику, работать. А вот это будет решение. Я всем советую, наверное, начинать не с трат именно, а с повышения своих доходов. Это самое главное. И, к сожалению, здесь ни правительство о вас думать не будет, ни кто другой. Ваши доходы в ваших руках, только в ваших. Поэтому повышайте свой профессионализм, свои компетенции. Надеемся, что после просмотра этого выпуска хотя бы у нескольких казахстанцев пропадет желание оформить на себя очередной кредит, который станет еще одним ермом на семейном бюджете. Субтитры подогнал «Симон»!